Пинская сортировочно-перегрузочная станция. Именно сюда стекается весь городской мусор. Коллектив работников чуть более 40 человек. Уже год на ручной сортировке работает Анна Прокопюк. Мне этот график нравится. Меня и так устраивает два через два. Анне 44 года. По образованию маляр-штукатур. Когда-то работала на стройках. У Анны двое детей, но их воспитанием занимается ее родная сестра. Шесть лет назад женщину лишили родительских прав. И это больная тема. Ну произошло. Все, я не хочу больше. Статус пинчанки – обязанное лицо. Ее долг перед государством за содержание детей сегодня составляет 15 тысяч рублей. 70% от всей заработной платы женщины уходит на погашение этой суммы. Таких, как Анна, на станции работает еще пять человек. Здесь им помогают исправиться и начать жизнь по-новому. Где-то нужно все-таки, чтобы человек понял, что места лишения свободы – это намного хуже, чем находиться на свободе и зарабатывать деньги, чтобы быстрее рассчитаться с государством. А где-то помогает и беседа, и разговоры, и люди это прекрасно понимают и работают. Из всех пинских предприятий и организаций именно жилищно-ремонтное и эксплуатационное управление больше всего принимает на работу обязанных лиц и тех, кто состоит на милицейском учете. Сейчас в организации работает 23 человека из данной категории. Всего в Пинске таких лиц – 212. Опыт эффективной работы и реальной помощи тем, кто оступился, но готов исправиться, есть и у предприятия «Кузлетмаш». В данный момент на заводе работают двое молодых парней, состоящих на учете в Пинской уголовной исполнительной инспекции. На сегодняшний день к каждому подход абсолютно индивидуальный. Кому-то нужен кнут, кому-то пряник. Все люди абсолютно личности, индивидуальные. И никоим образом мы не считаем их какой-то категорией особого отношения. Это наши коллеги. И мы стараемся помочь социализации их и абсолютной адаптации в коллективе. Вопросы трудоустройства людей из категории обязанных, осужденных и бывших заключенных решаются на заседании наблюдательной комиссии Пинского горисполкома. Ежемесячно сюда приглашают потенциальных нанимателей и тех, кому нужно помочь с работой. Только индивидуальная, индивидуально-профилактическая работа дает плоды своего, скажем, труда, который они вкладывают в эту воспитательную работу. Но чиновники должны организовать эту работу, держать под контролем и взаимодействовать между субъектами профилактики. Тогда будут результаты. Ускорить процесс трудоустройства помогает прямое взаимодействие. Случаи, когда работу осужденным и бывшим заключенным предлагают прямо во время заседания комиссии, для Пинского горисполкома – обычная практика. Представители организации сразу рассматривают наших осужденных, наших подучетных, сразу их берут на контроль и сразу берут прямо отсюда с наблюдательной комиссии, берут и оформляют их на работу. Прямо отсюда забрали и уже поехали на работу оформляться. То есть дают направление на прохождение медкомиссии. Вот это правильно. В других же комиссиях дают сначала направление без этих представителей организации. Здесь, конечно, положительный опыт и, наверное, это правильно. Несмотря на отлаженный алгоритм действий всех служб, заинтересованных в жизнеустройстве лиц с антизаконным прошлым, не всем удается помочь. В ситуации, когда привычка тунеядствовать, злоупотреблять алкоголем и нарушать закон после уголовного срока, лишь укореняется много. В таких случаях о добровольном выборе речь уже не идет. Любой исход будет носить принудительный характер. Будь то лечение, работа или заключение в места не столь отдаленные. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».